На мой взгляд, неакадемическая часть прошла весьма интересно. Я не жалею, что не установил регламент, потому что люди действительно смогли высказаться и поделиться своими мыслями, воспоминаниями о том, что происходило много лет назад. Я ограничусь короткими, наверное, комментариями, если получится. Всякое выступление начинается со слов «я буду краток», после чего следует речь на полтора часа, но постараюсь быть тезисным. Я назову 10, на мой взгляд, важных причин, событий, факторов, которые вызвали распад Советского Союза. Многие из них уже назывались, и поэтому я не буду тогда углубляться в аргументацию, когда эти тезисы прозвучат вновь. Ну, прежде всего, любая революционная трансформация, я в этом уверен, она всегда рукотворна. Я не сторонник теории объективных сил истории, которые движут развитием. Это не так. Историю всегда движут люди, и я уверен, что история могла бы пойти иначе, если бы фамилией первого лица стала не Михаил Сергеевич Горбачёв, а какая-то другая. Причём нюансы могли бы быть очень серьёзные. Михаил Сергеевич, конечно, представлял определённое поколение в российской политике, которое я бы назвал поколением шестидесятников, людей, которые как раз выросли на идеалах оттепелей Никиты Сергеевича Хрущёва. Шестидесятников было много, но не всё это поколение было шестидесятниками, по большому счёту. Потому что там же был Рыжков, там же был Легачёв, люди с совершенно другими взглядами. Но вот так агорта людей, которая сплотилась вокруг Горбачёва или отстворяла его курс, была классическими шестидесятниками, которые на самом деле притворяли в жизнь собственную модель видения того, как осуществлять государственную политику. Они были действительно убеждёнными сторонниками этих общегуманитарных ценностей, социализма с человеческим лицом, государственной собственности и демократии, которым не позволяли утвердиться пережитки сталинизма, партийный аппарат и спецслужбы. То есть, грубо говоря, надо достаточно заставить людей или дать возможность людям свободно самовыражаться, избирать своё руководство, и всё встанет на свои места. Социализм будет таким, каким он должен быть в соответствии с ленинскими принципами, как их понимал, опять же, Хрущёв и шестидесятники. Отсюда воплощение в жизнь – это второй, на мой взгляд, очень важный фактор той модели общественного развития, который на самом деле был абсолютно беспрецедентным и которая не имела, на мой взгляд, никаких шансов на выживание. Потому что есть самые разные модели существования общества. Есть модель демократической страны с рыночной экономикой – Запад. Есть модели недемократической страны с нерыночной экономикой, с плановой экономикой – Советский Союз. Это всё работало. Бывают авторитарные страны с рыночной экономикой – Российская империя, современный Китай, современные азиатские тигры. Но никто и никогда не пробовал модель демократии без рыночной экономики. Это была та самая модель, которую предложил Михаил Сергеевич Горбачёв. Гуманный демократический социализм. Что произошло, мы все с вами хорошо помним, кто жил в те времена. Первый вопрос, который люди стали задавать после того, как демократия разрешила задавать вопросы, прозвучал так. А где, собственно, еда? Как и всё остальное. И вот эта вот модель, она оказалась действительно абсолютно нежизнеспособной, но она была абсолютно сознательной. Вот Яковлев описывает свои настроения, логику в 1985 году. Мне казалось, что стоит только провозгласить свобода, гласность, демократия, и такое забурлит, только бы удержать энтузиазм. А потом ему задают вопрос, ну а чем эта новая версия социализма отличается от капитализма? Он говорит, а почему вы решили, что частная собственность начнёт процветать? Разве кто не собирается заводы и фабрики передавать частную собственность? Такого намерения нет, да помилуйте, такой классической частной собственности давно уже нет, в том числе в Соединённых Штатах Америки. То есть никакой рыночной экономики создавать не хотели, и более того, считали, что даже уже и в Америке якобы нет рыночной экономики. Это Александр Николаевич Яковлев, который, в общем-то, был вроде бы как американист. Третья причина, здесь тоже называлась, в рамках вот этой вот модели, была создана конструкция съезда. Съезда народных депутатов СССР, совершенно беспрецедентная конструкция. Юрий Юрьевич Болдырев говорил о том, что это был высший орган государственной власти. Он действительно был высший орган государственной власти, выше всех остальных. Он мог принять, рассмотрели любой вопрос, он мог вносить поправки в Конституцию и начал это делать. На каждом заседании съезда вносилось по несколько поправок в Конституцию. Что такое поправки в Конституцию, мы знаем. И этот орган, конечно, сформированный на принципах, скорее, каких-то представлений о демократии, которые существовали в 1917 году, принципах, на которых формировались предпарламент в 1917 году, представительство различных социальных групп, интересов, регионов и так далее, и так далее, он был, безусловно, нежизнеспособный. Четвертое, и, на мой взгляд, фатальный политический просчет Горбачева, вот здесь как раз Олег Иванович Ожирелев мне не даст соврать, это то, что он не избрался президентом Советского Союза. Олег Иванович помнит, и я очень хорошо помню, когда мы сидели в Волынском и думали, какие необходимо внести изменения в политическую систему, и возникла с моей стороны идея введения поста президента Советского Союза, и мы начали писать эту бумагу. И первый пункт звучал так. Все написанное ниже имеет смысл только в том случае, если М.С. Горбачев избирается президентом Советского Союза всенародным голосованием. Записка имела большие последствия. Пост президента СССР был введен, но первый пункт был выкинут в корзину. Михаил Сергеевич испугался. Он в итоге предпочел быть избранным съездом народных депутатов, и легитимность его моментально оказалась гораздо меньше, чем легитимность Бориса Николаевича Ельцина, который не побоялся выйти на выборы президента Российской Федерации и тем самым обеспечил себе гораздо большую легитимность. Пятый фактор, который тоже зависел во многом и от позиции Горбачева, но не только от него, это создание КПРФ. Я неоднократно спрашивал моего деда Вячеслава Михайловича Молотова, почему нет КПРФ. Он говорит, как только появится КПРФ, моментально развалится СССР. И так оно и произошло на самом деле. Создание КПРФ – это было разрушение главной несущей конструкции Советского Союза, кое выступала Компартия Советского Союза. И формирование вот этой вот структуры, которая действительно подрывала возможности, легитимность КПСС как правящей партии. Последствия были, на мой взгляд, достаточно предсказуемы. Шестое – это, конечно, схватка между Горбачевым и Ельциным. Я от Михаила Сергеевича не один раз слышал, Олег Иванович, я думаю, тоже, что главная его политическая ошибка, как он и считает, сам Михаил Сергеевич, до сих пор, своей главной политической ошибкой он считает то, что не отправил Ельцина послом в Парагвай. Мне почему-то он называл Парагвай. Хотя могла быть любая другая страна. Был действительно момент конфликта с Ельцином, когда это можно было легко сделать, но Борис Николаевич остался в Москве руководить строительством, после чего получилось то, что получилось. И, конечно, вот эта вот борьба российского руководства, на самом деле за то, чтобы занять место в Кремле, которое было занято уже Михаилом Сергеевичем Горбачевым, она, собственно, и стала главным фактором разрушения Советского Союза. Причем для дестабилизации союзного центра здесь были использованы три основных тарана. Это война суверенитетов, война законов и война бюджетов. Как мы помним, когда Российская Федерация начала объезжать сначала свои законы, имеющими верховенство над законами Союза, затем начала сама решать, какую часть бюджетных ассигнований будет поступать в бюджет Советского Союза, ну а затем, конечно, декларация о государственном суверенитете, за которой последовал уже парад суверенитетов и других союзных республик, и этот парад уже был неостановим. И седьмое, здесь я, пожалуй, буду очень краток, потому что об этом речь велась достаточно подробно, это экономические реформы. Главное, конечно, в этих экономических реформах было то, что они не допускали действительно никаких элементов, собственно, рыночных отношений, несвободного ценообразования, немногих других компонентов, которые были необходимы. На самом деле политика была экономической, чисто популистской, которая привела моментально к очень резкому росту государственных расходов, зарплат, как следствие эмиссии, я посмотрел, эмиссия, 1986 год – 3,9 миллиарда, 1987 – 5,9, 1989 – уже 18,3 миллиарда. И, конечно, не была допущена возможность появления рыночных институтов, хотя бы таких, как магазин «Ашан». Я думаю, один «Ашан» в Москве уже был бы спасением, на самом деле, для Советского Союза, потому что… Но вопрос, конечно, случается в том, мог ли «Ашан» появиться в Советском Союзе при той самой экономической политике. Потому что, на самом деле, ведь даже ситуация была не в том, что у нас было плохо с продуктами, хотя с продуктами было плохо, но просто в условиях гласностей уже по телевидению показывали магазины западных стран, западные супермаркеты. Именно вот эти картины имели гораздо больше влияние тогда на общественное сознание, чем, собственно, реалии нашей экономики. И, конечно, в тот момент серьёзного экономического кризиса ещё, конечно же, не было. И более того, тогда наша экономика, экономика одной, только РСФСР, была в три раза больше китайской экономики. Можем мы сейчас в это поверить? В три раза больше китайской экономики. Сегодня китайская экономика в пять раз больше нашей за вот эти, в общем-то, 30 лет, которые прошли с момента перестройки. Ну, следующий фактор – это, безусловно, новое мышление, о котором сегодня не говорили. Новое мышление предполагалось как мышление для нашей страны и для всего мира. Но получилось так, что это было новое мышление для нашей страны. Потому что весь остальной мир продолжал действовать в парадигме, конечно, реалполитик, политики, основанной на силе. И, собственно, новое мышление свелось к серии односторонних шагов, связанных с разоружением Советского Союза, и сокращением оборонных расходов, и затем с мораторией на испытания противоспутниковых систем, на развертывание ракет средней дальности, на ядерные испытания и так далее. Мы списали с счета фактор военной силы, хотя на самом деле этот фактор, как вы знаете, до настоящего времени очень здорово действует. И хороня геополитики, Горбачёв, к сожалению, не озаботился каким-либо юридическим оформлением завершения Холодной войны, созданием новой архитектуры безопасности, выработки следующих правил игры. Мы ничего не получили и ничего не попросили за воссоединение Германии, хотя не было такой цены, которую Германия тогда не готова была заплатить за воссоединение Германии, за тот момент, который состоялся тоже в ноябрьские тогда дни 1989 года. Я очень хорошо помню, я тогда прилетел на конференцию в Восточный Берлин в тот день, когда открыли стену. Конференция была в Западном Берлине. И вот эти вот толпы восточных немцев, которые на своих трабантах пешком просто ломанулись в Западный Берлин, где тут же выстроились очереди, потому что во всех сберкассах, банках Западного Берлина выдавали по 50 марок, просто за штамп в паспорте ГДРовском, и потом этот народ рванул как раз в супермаркеты Западного Берлина, а по Курфюрстендам идет мощнейшая демонстрация алжирцев, арабов, представителей разных других стран, протестующих против открытия стены, которая, конечно, создает им колоссальную угрозу на рынке труда. Это тоже было. Конечно, вот это новое мышление, оно, на мой взгляд, безусловно, явилось фактором тоже разрушения нашей страны через соцлагерь, который Горбачев начал просто в условиях этого нового мышления сдавать. ГКЧП. Безусловно, в числе важнейших разрушительных факторов надо отметить и ГКЧП. Собственно, Горбачев, если почитать его последнюю книгу, он пишет, что на самом деле революция, как он говорил, 1991 года приняла форму заговоров, двух заговоров – путь в августе и Беловежский сговор в декабре. По существу это было два государственных переворота. ГКЧП, ГКЧПисты на самом деле добились результатов прямо противоположных тем, которые ставили. Это была крайне непродуманная операция, крайне непродуманная, которую на самом деле тогда замысленно не партийная верхушка. Ясно, что руководство ГКЧП сидело тогда не на Старой площади, оно сидело все-таки в Кремле в большей степени, на Лубянке и в Министерстве обороны. Я помню тот день очень хорошо, когда я приехал и общался с очень многими участниками процесса. Первый корпус Кремля, куда уже съехались участники подписания союзного договора, это были главы союзных республик и главы внутрироссийских автономий, которые уже испуганно сжались по углам, потому что по коридорам уже бегали вооруженные солдаты, вероятно, Альфа. Я помню, что я пошел тогда в ЦК, и он не выглядел абсолютно как штаб восстания, там была абсолютная растерянность. Я помню, конечно, довольный Геннадия Андреевича Зюганова, который мне обещал, что придет, нам сегодня тоже расскажет, но не пришел. Он был действительно довольный в тот момент, но больше мне, откровенно говоря, запомнился, вот здесь истфаковцы многие сидят, и многие помнят Белунова Бориса Николаевича. Он тогда работал инструктором в ЦК КПСС, и он бежал по коридору с огромной сумкой. Я говорю, вы куда, Борис Николаевич? Он говорит, у этих идиотов хватит ума ввести сухой закон. Балаводий Мальцев уже завел машину, мы едем за водкой. Это явно не выглядело как штаб восстания. Лекарь Иванович тоже помнит Бориса Николаевича, мира его праху. Вообще, и Кремль, конечно, не производил впечатления штаба восстания. Был, конечно, Иванович Болдин, который явно был в центре всей этой ситуации. Но тут же был Бакатин, тут же был Примаков, которые писали воззвание против ГКЧП, призывая к его свержению. Они сидели буквально в соседних кабинетах. Это было нечто сюрреалистичное. Я там из Кремля вел переговоры с Белым домом, где в это время был штаб восстания. Мы там обсуждали, что происходит у них, что происходит у нас. Когда уже ясно стало, что ГКЧП исчезает, то, я вам могу сказать, моей команды оказалось достаточно, просто по первой вертушке Кравченко, чтобы там разблокировали телевидение. И вновь, значит, уже стала бы нормальная подача новостей. То есть системы, на самом деле, какой-то выстроенной, там просто не было. Конечно, у партии «Порядка» было собственное восприятие реальности. Это было восприятие катастрофы. Горбачёв прекрасно об этом знал, об этом восприятии катастрофы. И, тем не менее, сохранял у рычагов управления людей, которые выступали открыто против его политики. И впоследствии, конечно, отказали ему в преданности. Ну и, пожалуй, последнее. Ну да, Беловежское соглашение. Но мне кажется, что в Беловежье уже было зафиксировано в тот момент уже действительно неизбежное. Потому что сил спасти не было. Владимир Вольфович сказал, что хорошо было бы там арестовать в Беловежье всех этих, всю эту троицу, и на этом всё бы закончилось. Не было человека, который бы отдал приказ на арест. Михаил Сергеевич не мог это сделать, а никто другой, собственно, отдать такой приказ уже не мог. Горбачёв, на мой взгляд, в одностороннем порядке хотел прекратить холодную войну, он её прекратил. Он действительно хотел добиться демократизации советского строя, и он его демократизировал. Он собирался улучшить хозяйственное положение, допустив очень ограниченные элементы рыночных отношений, ослабить нагрузку ВПК на экономику, избавиться от старой коммунистической элиты, которая мешала отости от некоторых крайностей советского режима. Но, конечно, в план Горбачёва вовсе не входило всё, что получилось в итоге. Он не планировал распад социалистической системы, он не планировал уход от власти КПСС, а значит, его самому, он, конечно, не планировал распад Советского Союза. Это во многом явилось неожиданным побочным результатом его деятельности, помноженным на влияние в основном внутриполитических факторов. Советский Союз был побеждён не давлением извне, я здесь не вполне согласен с Сергеем Глазиевым, по-моему, он преувеличивает роль внешнего фактора. Он был, напротив, побеждён разрядкой, попыткой внутренней модернизации. Горбачёв освободил Восточную Европу, чтобы продолжить реформы, политическое сотрудничество с Западом, а Ельцин уже отпустил другие союзные республики, чтобы покончить с правлением Горбачёва. На самом деле, наверное, единственным возможным для его в тех условиях способом, он просто лишил Горбачёва страны для президентства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Уроки и сформулировать их из тех событий для, может быть, последующих поколений. Спасибо. Большой вопрос. На самом деле, я отвечу коротко. У нас вообще за всю историю было четыре крушения нашей страны. Я считаю, это монголы-татары, СМУТА, 17-й год и вот 91-й. Из них только одно крушение первое имело внешнее происхождение. Это было завоевание. Все остальные наши крушения, они порождались внутриэлитным раздраем, внутриэлитным раскольным. Ещё Платону было известно, что абсолютно невозможно победить ни один режим, если он консолидирован. Низы бессильны против верхов. Они бессильны против верхов. Верхи всегда организованы, у них есть силовые структуры, у них есть тысяча способов заставить низы подчиниться. Самая тяжёлая ситуация. Но Россию извне, со времён монголы-татары никому взять не удалось. Мы уязвимы изнутри. Мы очень уязвимы изнутри. И вот предотвращение этого внутриэлитного раскола, понимание опасности появления тех течений, которые могут действительно разрушить внутреннее единство, поставить нас на путь смуты, на путь внешнего управления, вот это действительно очень важно. Мы сейчас уже, мне кажется, всё-таки получили неплохой иммунитет от повторения того, что у нас было тогда в годы перестройки, от той бесовщины, которая поднялась. Перед нами, перед глазами сейчас пример Украины, где это прошли, они ещё раз по этому кругу, и где результатом, я уверен, будет очень трагичное последствие для всей этой страны. Поэтому главный урок – это внутриэлитное единство, это необходимость понимания того, что новых революционных потрясений России, безусловно, не нужно. Ну а дальше уже я могу продолжать по очень большому списку, но это на первом месте на самом деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо.